Всем привет, здорово! Я на самом деле не хотел делать подобное видео, потому что, ну, во-первых, я не хочу, чтобы это выглядело как какой-то дурацкий хайп, но вообще, если вы посмотрите мою активность в Инстаграме, вы поймете, что на какой-либо хайп мне насрать абсолютно. Многие друзья советовали, чтобы я поделился с вами своим опытом, а именно, как я проболел коронавирусом. Да, вы не ослышались коронавирусом. Суть видео в том, что, насколько мне известно, многие люди, они считают, что это болезнь придуманная и так далее. Я просто хочу поделиться своим опытом, и, опять же, суть этого видео не какой-то там, блядь, пиар, хайп, мне похуй. Суть этого видео донести до многих, что это дрянь реальная, к сожалению. Расскажу, как это появилось и какой у меня был с этим опыт. Никаких симптомов, никаких вообще намеков на какую-то болезнь. Не могу понять, где я подцепил. Возможно, в супермаркете, возможно, где угодно. Хрен пойми, где, вот реально. Я на даче у мангала, я и несколько моих друзей. Пьем коньяк, жарим что-то на мангальчике, все хорошо. И я иду спать. И просто вот ровно перед сном у меня резко, откуда ни возьмись, прямо вот выскакивает кашель. Причем такой мокрый, неприятный, ужасный кашель. Я вообще сам по себе такой человек осторожный. То есть я все это время мыл руки, ну то есть сделал всю вот эту вот хрень, что как бы требует вот эта вот вся безопасность. И когда подобные симптомы, конечно, я сразу начинаю разбираться, что это такое и как с этим бороться. Вот, ломанул кашель. Прямо вот не было его полчаса назад, через полчаса он вдруг есть, откуда ни возьмись, и его много, и он, блин, сильный. И резко поднимается температура. То есть у меня за час где-то поднялось к 38 температуре. Я сразу понял, что это 100% вот эта хрень. Друзья мои на тот момент уже уехали домой. Я им звоню и говорю, чуваки, у меня поднялся странный кашель. Ну, все вот как, в принципе, описывалось, вот начинается похожая вот эта вот история. Будьте осторожны, сразу всех предупредил, делайте анализы и так далее. Всю ночь меня знобило, на следующий день я лежал с температурой где-то 39. Был у каши, все дела. Я вызвал этот анализ на дом. Но я наперед уже начал лечить это как пневмонию, то есть пить антибиотики на всякий случай и так далее. То есть я посоветовал с врачом, он сказал, что лучше вот так сделать. На следующий день я сдал анализ. Через несколько дней, да, мне приходит, что это, блин, коронавирус. Насколько удивительно работает этот вирус, то что вот я пролежал, получается, день с 39, а на следующий день все резко спало и нормализовалось, где-то к 36,9, ну, то есть там около 37. И, в принципе, ну, я быстро пошел потом на поправку. Но когда я сделал КТ, еще выяснилось, что там чуть-чуть осталось вот это вот матовое стекло, которое появляется при пневмонии, и что еще нужно курс антибиотика пить. Я просидел, как честный человек, на карантине, пока не сдал два теста, которые были отрицательные, только потом он понял, что мне можно как бы выходить. Все мои друзья, которые контактировали со мной, они также поцепили болезнь. У них были примерно похожие симптомы, но чуть-чуть полегче, чем у меня. Также сдали тест, показалось, что положительный, просидели карантин, никого не заражали, это как бы с этим все по чесноку. Ну вот. И суть в том, что эта бяка реально очень неприятная. Даже если это легкая форма, то это образно месяц у вас может выпасть из жизни, а именно карантином и побочными эффектами. То есть вот все, я как бы чист уже, вируса у меня нет, но опять же до сих пор как бы в груди есть какая-то хрень, и я до сих пор пью антибиотики и так далее. Короче, нафиг вам это нужно. Лучше перестраховывайтесь и не забывайте о том, что есть такая хрень пока еще, но не делась она никуда. Потому что я так смотрю, реально, вот гуляешь даже по улице, все места, все какие-то там рестораны, там, где действительно как бы биток людей, какие-нибудь бары, все уже общаются, обнимаются друг с другом, ну то есть так прямо кайфует, как будто действительно все вообще нормально. И ты, глядя на все это, тоже такой, типа веришь, да, реально, блин, значит ничего нету, все нормально. И так оно вот и происходит, а потом ты заболеваешь. То же самое страшное, что человек, который думает, что он не болеет, а он может разносить эту болезнь, то есть у него может вообще не быть никаких симптомов, при этом другой человек может заразиться и проболеть достаточно неприятно, в отличие от этого человека, который ходит и думает, что здоров. Вот и все, я просто хотел поделиться с вами опытом, ну и дать вам понять, что вы были осторожны и не забывали, что эта дрянь еще как бы действительно существует, и ну ее нахрен. Я никому не желаю этой хрени, но если вдруг, то главное вовремя начать ее лечить. Прямо вот очень вовремя. Не запускать до тех пор, пока действительно будет сильное поражение легких. Будьте здоровы, берегите себя, своих близких. Будьте здоровы, берегите себя, своих близких.